здарова цены я первый раз записываю разбор чего-либо поэтому если это видео наберет столько же дизлайков в процентном соотношении как и клип тимати гуфа я не обижусь наверно все пойму как вы уже поняли с названия мы сегодня разбираем два типа людей макс корж как только появилась эта песня на просторах я сразу же приступил к написанию аранжировки и буквально через два дня у меня уже был минус потому что очень сильно хотелось ее пить я пою и на тот момент естественно не было вообще никаких аранжировок никаких версий буквально вот недавно я увидел неплохой вариант если бы он был тогда я бы не стал писать так пишу я в studio one 4 возможно это последняя я уже не слежу как бы все хватает все устраивает вот сразу покажу что на мастере у меня нет ни хера стоит только уровень и ну точнее как стоять стоят стоять то не стоят только они не активны и есть еще от мазерати от waves я его использую всегда вешаю только его и мне все хватает в основном все делаю в сведении давайте посмотрим что тут за сведением так открываем первую сборочку лидов пэдов труб верхняя составляющая смотрите значит ребят это труба и хор амнисфера и венджи все это выглядит вот так ну естественно на автоматизация так далее нижняя составляющая этой части опять же здесь получается та же самая труба если конкретно хотите посмотреть какая труба то это эвенджер хип-хоп браз стандартный вообще ничего не накручено амнисфера опять же какой-то как какой-то хор да и еще один хор по моему опять же от эвенджера да там где-то внизу начало куплета там у нас есть такой звук все таки я так понял это флейта была в оригинале опять же флейта была взята в эвенджере я практически везде и постоянно сейчас пользуюсь этим симптом натуральные лиды выглядит она вот так флейта это немножечко был отступ за такт чтобы она звучала ровно естественно на ней висит ревер не самыми агрессивными настройками далее у нас будет добавляться синтезированный браз спичем опять же это эвенджер ну и дальше начинается жаришка да вы помните давайте начнем с бочки здесь разбирать я пытался накрутить такую же бочку как в оригинале кстати биты конечно шикарные максу пишут но потом замучился не стал заморачиваться и сделал так как иногда делаю взял просто вырезал оригинал бочки обрезал полностью вообще практически всю составляющую верхушку и середину получился такой звук верхушку пришлось обрезать сами понимаете для того чтобы не было гармоники аккордов да если если убрать настройку эквализации то получается вот далее я просто добавил сюда пинок опять же от какой-то бочки где ее урезал очень сильно практически эффект телефона все вместе звучит как нормальная бочка из-за оригинального трека кстати если хотите сравнить смотрите значит минус макс корж пала звезда за г так с бочкой понятно да далее бас бас я здесь заболевал хотя можно было бы этого не делать я вообще хотел все абсолютно конвертировать в вэйв но когда попытался это сделать абсолютно никакого результата не было все систему почему-то грузит я не знаю в чем дело может быть это ббс или с чем связаны не знаю так здесь у меня получается 4 слоя причем я думал что ограничиться возможно одним потому что он ну по моему мнению начинал звучать хорошо но потом когда я начал потихонечку все таки крутить я понял что одним не обойдешься первый звучит слой достаточно агрессивно второй слой добавляет хорошую такую нижнюю середину третий ну и все вместе что касается четвертого четвертый слой акцент идет на припев потому что я его опустил на октаву ниже для того чтобы придать такой хрипотцы которая есть в оригинале здесь он пока не вырезан по громкости и примерно отсюда он у меня уже разгоняется по громкости и там добавляется в припеве так дальше у нас ведь идет там перкуссия если так можно назвать практически 4 слоя но четвертый у нас это удар на первую на первую долю на первый звук рабочего барабана но как я услышал там в оригинальном треке потом я его добавлю в конце везде на всю на всю длину припева звучит это так вместе так по отдельности давайте посмотрим такой удар удар такого бича да хлыст здесь я уже добавил немножечко обработки ревера и вот здесь вот у меня такая составляющая которая по позволяет хоть как-то выделять звук рабочего барабана без нее бы он не звучал так что у нас здесь по лидам по пэдам сейчас я включаю пэды сейчас я включаю пэды естественно они все соченены но с разной настройкой потому что я слышал что там все таки есть какой-то какой-то слой который идет ровно практически так давайте посмотрим что у нас тут по сайдчейн обработки так бас изначально как я уже сказал планировал использовать сначала один слой поэтому начал его настраивать сайдчейн компрессор стандартный компрессор стандартный плат studio one его в принципе достаточно для таких целей и настройки здесь следующий рейша шесть к одному трэш шоу 19 колено вообще не трогал сайдчейн уровень максимально атаке 0 релиз 36 настраивал все естественно на слух ну как бы не разбираясь в цифрах для того чтобы просто получить результат ну я не помню почему так вышло но получается что у меня на каждую дорожку идет отдельно этот компрессор ну с плюс минус одинаковыми настройками практически все одно и то же здесь аналогично настройки идут компрессора и в лидах пэдах единственное где мне пришлось использовать kickstart это вот в этом месте где у нас уже нет сигнала от бочки идет просто ровный сайдчейн тут я уже просто воткнул всем известный плагин причем вообще абсолютно со стандартными настройками ничего не использовал соответственно идет автоматизация с эквалайзером вот здесь мы видим с вами ушло практически в ноль соответственно идет автоматизация с эквалайзером вот это автоматизация включения и отключения микки ромео так мы приближаемся к финишу вот он опять же здесь висит kickstart он включается вот в этом моменте можно посмотреть обратите внимание здесь вот он у нас байпас отключен и включился далее здесь я решил добавить немножечко своего потому что мне показалось что почему бы и да перкуссионная партия опять же от Avenger две дорожки плюс еще добавляется маленько хлэп звучит так звучит так «Последний» он «Музыка» «Наверия» «Наверия» «Я твое кпе» «Музыка» «Оттель» «Оттель» ну и вот эти вот инструмент этот инструмент в бой такой белуги опять же avenger вообще очень рекомендую конечно этот синт потому что у него если кто не знает я просто сейчас отдавать быстренько разберем посмотрим что такое я даже еще не загружал дополнительно никакие библиотеки использовался что здесь есть просто изначально до стоковая во-первых ну очень много осцилляторов можно крутить если вы это умеете делать то думаю вам понравится так ну что очень интересное здесь есть отдельно драм партии их тут достаточно много прям очень много я его сейчас здесь не буду раскрывать чтобы ничего не нарушать что касается инструмента который здесь был использован вот это какой-то дела из какой-то не знаю в общем я просто по звуку услышал что он более-менее подходит и воспользовался им соответственно использовал pitch причем вручную видите как это коряло выглядит но не важно как выглядит главное чтобы звучало ну вот собственно и все может быть нужно было это сделать как-то более подробно но я сразу хочу принести глубочайшие извинения за то что лагает звук я боролся пытался что-то с этим сделать во первых очень было сложно настроить аобс на то чтобы она вообще в принципе видела слышала секвенсор спасибо опять же добрым людям нашел видео которое хоть как-то помогло мне в этом но почему-то вот этих лагов я так и не смог избавиться хотя в принципе если посмотреть давайте посмотрим как нагружается система ну 70 70 процентов процессора в принципе ну конечно да это уже тяжеловато ему оперативы 10 из 32 оперативки здесь хватает процессор до процессору стало уже тяжеловато тем более как вы видите ну тут немало дорожек и соответственно проект достаточно тяжелый вот что еще хочу сказать на канале я обязательно оставлю ссылочки на канале здесь вы можете посмотреть послушать если надо скачать а инструменталку и посмотреть мое исполнение ковер версия в лайве я все оставлю в описании все ссылочки может быть вам понравится может быть зайдет ну и очень надеюсь что это видео тоже понравилось будет интересно посмотреть обратную связь что вы напишите если вообще кто-то будет писать или вообще кто-то будет смотреть в конце концов подписчиков у меня мало поэтому ну скажем так сарафанка работает не очень хорошо тем не менее если вы смотрели спасибо вам за то что смотрели если досмотрели вообще низкий поклон сейчас прямо лбом ударюсь об стол если поклонюсь поэтому останусь ровно сидеть пока не очень хорошо